Всем доброе утро в моем бардаке, потому что ничего не успеваю и сейчас мы с Лешером едем в клинику, мне нужно сдавать анализы, вот он меня отвезет и туда и обратно, но обратно на полпути, потому что мне надо зайти в магазин еще купить кое-что. Вот, я жутко злая, потому что я голодная, потому что кушать нельзя до того, как я все сдам, вот, поэтому я уже на всех наругалась, потому что каждый отличился, ну, наверное, за исключением Рекса, Рекса сегодня было хорошо, себе Кузьма вот тут делов наделал, а Лешер всякие глупые вопросы по утрам задает. Ну, еще он очень любит шутить по утрам, и я по утрам шутки вообще не воспринимаю, я с утра человек, который сидит, и пока я не поела, пока я не приняла душ, меня вы еще не трогали. Поэтому сегодня мне тоже попало. Народ, давайте смотреть, что я купила и что я заказала. Посылка мне пришла на почте. Значит, я зашла в Улыбку Радуги, купила там целую кучу всего, и еще когда мы спускались вниз по лестнице, я заглянула в почтовый ящик, и обнаружила, что мне пришло уведомление, что мне пришла моя посылка, наконец-то! Я думала, она будет из Китая, она оказалась из Эстонии. Вот, с вещами сейчас посмотрим, что там. Причем на извещение было заполнено с обратной стороны, положили в квартиру, которая отличается на один номер от моей, человек полностью заполнил, потом обнаружил, что это не его посылка, зачирикал, все и кинул в мой почтовый ящик. Но у меня все равно это приняли. В общем, что я купила в Улыбке Радуги? Очень важные эти ватные диски для снятия косметики, целую кучу влажных салфеток, потому что мы ими все время пользуемся. Очень удобно, когда-то мне дома, поэтому я их выкупаю сразу оптом, чтобы хватило надолго. Жидкость для снятия лака самая обычная, без ацетона всегда используем. Вот, мы почти закончились. Зубная паста, я вынула ее из коробочки, потому что она у меня не помещалась в рюкзак, так она, конечно, была в рюкзаке. Мы всегда пользуемся колгейтом, больше мне нравятся финские пасты, но они не всегда есть. Бальзам для волос, мне нравится шампунь от Fructis, ну и, соответственно, шампунь такой же. Мне дали скидку 30%, у меня был купон на средства для волос. Дальше, гель для душа, там с Алишером, крем-кокос. Ммм, какой сладкий. Самое прикольное, что Алишер любит не эти мужские гели для душа, которые там, а, супер свежие, страдаля, он любит сладкие, такие же, как я, поэтому я нам покупаю один на двоих. Так, это мой кошелек, я его не покупала. Лак для волос, Тафт, думаю, что мой заканчивается. Мыло, жидкое. Я стараюсь жидкое мыло вообще покупать большими бутылками, но там ничего больше не было, поэтому я купила пол-литра. Когда мы поедем в какой-нибудь, или Макси-дом, или домовой, или, я не знаю, еще что-нибудь в этом духе, я постараюсь найти 5-литровую бутылку жидкого мыла, потому что в прошлый раз, когда мы купили такую бутыль, мне ее хватило на... нам ее хватило почти на год. А стоила она, по-моему, 120 рублей, если я не бру, для 140. Так, перчатки для макия-посуды. Я покупала перчатки в фикс-прайсе, и мне отказались суперотстойными. Я впервые в жизни такое видела. Они рвутся вот здесь, буквально в первые полчаса. Я уже три пары из четырех выкинула. Просто начинают протекать. Это кошмар, деньги на ветер. Еще одна пачка салфеток. Лак для ногтей. Маленький взяла, потому что у меня их всегда много. Я стараюсь брать самые маленькие, потому что я не успеваю их использовать. Потом я купила наклейки на яйца для Пасхи. Три ленточки в этом фикс-прайсе. За 37 рублей я это все взяла. Такие классические. Такие тоже классические. И вот такие для Олеськи. Сэнгри Бёрдс. Я надеюсь, ей понравится. Вот. Это то, что я купила в Улыбке Радуги. Ну, а теперь самое интересное. Моя посылка. Здесь должны быть две пары лосин. Клевая футболка и купальник. Сейчас посмотрим, насколько классным это все окажется. Хи-хи-хи, кудьма пришел. Ух ты, мне уже нравится, так что я вижу. Так. Да господи, что у меня с волосами сегодня меня раздражает. С чего начать? Давайте начнем с футболки. Смайлика! Смайка точнее такая. Обалдеть, она клевая. Вот такая. Сейчас буду ее примерять. Супер! Слушайте, принт хороший. Ну, это, конечно, синтетика, но хорошая. Так, дальше. Что ли тут есть? Мне кажется, что тут не хватает. Да, что-то. Ладно. Мне кажется, кое-что мне не доложили. Одну вещь. Следующее. Это лосины. Лосины в далматинцах. Ну, посмотрим, влезу ли я в них. В них вообще-то, по прикидке, должна влезть. Клевые. Тоже сейчас померю, покажу вам. Так, а это что? Я заказывала еще одни лосины и купальник. Ну, по-моему, мне купальник не положили. Да, купальника нету. Так. Ой, этот принт мне не очень нравится. Вообще, это чеширский кот, видите? Но, как-то он очень качественно пропечатан, мне кажется. Так, а купальник где? Засранец, и жалобу будут писать на них. Ладно, давайте теперь мерить это все. Вот лосины с далматинцами. Они очень классные. Не просвечивают. Клево тянутся. Немножко маловато на мою попу, но совсем чуть-чуть. То есть, если я буду садиться, они будут съезжать. Но они потом растянутся. И они мне немного туговаты в резинке. Надо ее растянуть как-нибудь. Ну, так они вообще суперские. Они на ощупь очень классные, очень приятные. Стоили, не помню. 2,500, наверное. Вот. Так что это я буду носить 100%. Это спорт. У вас вторые лосины. Про них я могу сказать все то же самое. И, знаете, на ногах они смотрятся намного круче, чем когда я их просто держала в руках. Потому что так издалека видно весь рисунок. Там чертский кот. Вот стоит Алиса, смотрит на него. Вот. Так что эти лосины мне тоже очень нравятся. Классная Алиса в стране чудес. Зачет. Это тоже супер. И вот майка. Майка тоже суперская. Примерно другой лечек. Это с оборками, поэтому его видно сквозь ткань. Вот. Мой размер. Сидит классно. На ощупь тоже приятная. Края все хорошо обработаны, шли суперские. Слушайте, я хочу еще заказать в этом магазине, потому что мне реально понравилось. Тут очень-очень классные шмотки. Иху, я буду все это носить. Так почему мне не дали купальник? Я им сейчас напишу. Ну, это просто супер. Мне вылезать не хочется, честно. Не стандартный поворот событий, потому что все ученики отменились. И я поехала к Марине. Так что вот. Все мелькает за окном. Я что-то села спиной вперед, но пофигу. Сейчас буду сидеть читать журнал. Я надела лосины свои новые. Я серьезный взрослый человек. Ой-ой-ой. Вот. Так что еду. А я у Марины в лифте. Лохматая такая. О, как я выгляжу. И надела эту толстовку тигровую. Мне реально жарко про куртку менять. А у меня, блин, следующее по теплоте такое пальто. Поэтому я и торможу с этим. Мне бы куртку какой. А куртки у меня нет. Достаточно теплой на такую погоду. И мне жарко. Но у меня под этой... Да, не тигровой, грубой. Под этой леопардовой толстовкой там футболка. Надо только погладить, потому что я не успела и поехала в мятой. Вот. А вообще, слушайте, самокат это вещь. Я так быстро добралась, что от станции до Марины, что от дома до вокзала я кайфую. Просто даже при учете того, что я сегодня ехала в таком прогулочном режиме. О, камера стала мигать красным, разряжается надзави. Короче, все равно было очень быстро. О, все. Мы приехали на 16 этаж. Итак. Марина в армии не служила, но она готовится к этому. Зубной щеткой поучистишь на своей... Обискивай. Давай. Вот так это и происходит. Никогда не кладите светлую квирку... На пол. На кухню. Никогда. Ага. Ужас какой. Так что, да, мы идем за ребенком. Мы, по-моему, у тебя даже дома не снимали. А, нет, снимали как-то мало. Чтобы Марина было в угол, а потом тупаки печистили. Ужас какой-то... Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Я, видимо, поехала. Надо поехать к Алиси, вымыть и мне тасс. А кто будет мыть? Ну, я буду смотреть. А, слышь, Майли Шера попросит. Он же не знает, только потянется. Тихо! Привет, монстрик. Я не монстрик. А кто ты? Ты кто? Что такое? Пахнет. Пахнет. Что это ты везешь, Алисе, такое? Рысин туалет. Рысин? Может, твой? Нет, это Рысин туалет. Да ладно. Кто будет хорошо себя вести, тот получится. Я, я хочу. Дайте мне, дайте мне. Это Рысин. Да, всегда аккуратней. Я хотела ей на нос нажать, а она мне чуть палец не отгрызла. Есть, 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 есть. Слушай, хорошее качество. Отбирай у него телефон, ставим на него, его телефон. А, кстати, попробуй, не хуже айфона. У меня не айфон. Не, вообще, снять. У тебя с айфон. С айфон? С айфон. С айфон. С айфон. У тебя с айфон. Должна идти, понимаешь? Ну, 5 секунд, так ладно. Хорошо. Ну, и в общем, в следующей сцене вы будете сидеть на кухне. Вот. И, значит, она... А, Маиса, у нас на каранде 50 тысяч подписчиков. Да ладно. А, Маиса, у нас на каранде 50 тысяч подписчиков. Марина закрыла. Малис, надо высказать. Мы же сказали, в следующем каранде 50 будет. Да. Хорошо, раз подавай. Ты подавай ей чуть-чуть отодену. И, вот так, ну, просто выкинули руки и все, и не покидал. Теперь, когда ты уже не будешь. Мама, ты просто, как выкни. Давай. Марина проходит тест на трезвость, который я купила в Германии лет 5 назад. И надо зацепить шарик за колечко. Ты можешь долго дуть и регулировать высоту. То есть не обязательно и все. Тут, знаешь, достаточный тест попасть к вот этой пимпочке в эту дырочку. Класс! Олеся, иди сюда. Олеся, смотри, какая штука. Ого. Смотри, выключи. Выключаем ее. Нет. Клони. Смотри, надо вот, чтобы вот сюда вот дуешь, чтобы вот так вот он повис. Показываешь? Давай. Смотри, ну, скажи, маму сначала покажи. Ого! С первого раза, представляешь? Дай мне попробовать. Садись сюда. Класс! Да не, 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 вот сюда дуешь. Дай трубу, дикуй. Семей, сильней, сильней. Еще, еще. Здорово, да? Я перебирала и подумала, о, здесь тебе понравится. Ой, смешно? Я не положу. Ой. Семей, смей. Ой, целая. Получится, даже у меня получилось. Марина все съела и будет холодить. Каждый раз, когда мы что-нибудь снимаем. Сначала мы снимаем 3 часа, но если это был клип. Если не клип, то можно снимать меньше. А потом Марина 3-4 часа после нас делает упорку, вспоминает нас интересными словами. А я 3-4 часа сижу, монтирую, вспоминая ее в интересными словами. Так происходит творческий процесс. Так, я пошла искать мышь. Да, давай. Холодильник готов. Может, рысь и туда все-таки? Нет. Кое-что маленькое снимай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА